Протаранил сотрудников ДПС. Водитель Мерседеса наехал на двух полицейских, а затем оказал отчаянное сопротивление при задержании. Да нет, не налетал. Шутят, наверное. У 30-летнего каннинградца еще осталось чувство юмора. Сейчас человек выглядит вполне спокойным. Однако несколько часов назад он разбил видеокамеру в КПЗ и нападал на всех, кто подходил к нему ближе метра. 1 июня на улице Спортивной в состоянии алкогольного опьянения он пытался затащить в салон незнакомую девушку. Вовремя на месте оказался наряд ДПС. Когда у молодого человека потребовали документы, он нажал на педаль газа. Машина рванула с места, стоявший рядом автоинспектор повис на дверце. А другой полицейский в попытке преградить путь оказался на капоте. Я не помню. А почему не правы? Пьяный был. После мужчина пытался скрыться, однако уехать далеко ему не удалось. На улице Спортивной он потерял управление, съехал в Кювет. Оттуда его вытаскивали уже другие полицейские. При задержании вел себя абсолютно неадекватно, в отличие от сейчас поведения его. Он бросался на сотрудников милиции, пытался вырваться, погнул наручники и все время выражался другим сезонным бронем. В отношении молодого человека возбудят уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Если травмы полицейских признают опасными для жизни и здоровья, водитель может отправиться за решетку на срок от 5 до 10 лет. Да, чувствую. Раскаиваю. Татьяна Караханова, Михаил Илькевич. Специально для места происшествия. Взломали сейф в офисе на улице Емельянова. Неизвестные проникли в помещение строительной фирмы и похитили всю выручку. 330 тысяч рублей лишилась одна из строительных компаний Калининграда. Ночью 2 июня около двух часов неизвестные взломали входную дверь офиса и вскрыли сейф. Камера наружного наблюдения запечатлела четырех злоумышленников. «Лично я видел, лежит в офисе сейф со следами взлома». Есть информация, что пострадал и соседний офис. Сейчас на месте работает следственная оперативная группа. Опрашиваются возможные очевидцы преступления. Татьяна Караханова, Денис Черюха. Специально для места происшествия. Внимание, розыск. В Калининграде пропал 13-летний школьник. Уже третьи сутки о судьбе ребенка ничего не известно. 31 мая в 3 часа дня из дома на улице Гагарина вышел Владислав Малыш. Мальчик учился в пятом классе. С собой он взял маленький чемодан с личными вещами, мобильный телефон Samsung и около 1600 рублей денег. Приметы на вид худощавого телосложения, на затылке шрам. Был одет в спортивную куртку серого и коричневых цветов с капюшоном, темные джинсы, кроссовки болотного цвета. Всех, кто знает о местонахождении подростка, просьба позвонить по телефону 02 или в нашу редакцию по телефону 919404. Почти три грамма героина нашли у жительницы Светлого. 48-летняя дама была задержана на трассе Калининграда-Зерки-Знаменск. В машине находилась ее 30-летняя подруга. Оперативники изъяли у нее чуть больше грамма этого же запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств. Два телевизора похитили из квартиры на улице Суворова. Неизвестный проник в помещение и вынес аппаратуру. Оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался 19-летний житель улицы Нансина. Задержанный признал свою вину. Часть похищенного изъята, ведется следствие. Мобильный телефон похитили у жительницы поселка Донское. Неизвестный проник в квартиру и вынес в средства связи. Участковый сдержали злоумышленника. Им оказалась местная жительница. На нее возбудили уголовное дело по статье кража. На улице Тургенева в Калининграде задержали наркодилера. 29-летний мужчина распространял запрещенный препарат амфетамин. Его поймали на месте преступления. Возбуждено уголовное дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова